Продолжение следует... Международной организации труда об оплачиваемых отпусках. Это произошло в связи с принятием федерального закона от 1 июля 2010 года номер 139 ФЗ. Сама конвенция, которая была ратифицирована этим законом, предусматривает, что она вступает в силу через 12 месяцев после регистрации документов о ее ратификации в Уполномоченном органе Международной организации труда. Ратификационная грамота России была зарегистрирована 6 сентября прошлого года. Соответственно, 6 сентября 2011 года 132-я конвенция МОД об оплачиваемых отпусках вступает в силу на территории Российской Федерации. Что же изменится после вступления конвенции в силу? В целом, больших изменений, сразу же оговоримся, не произойдет, поскольку при разработке Трудового кодекса и главы 19, которая посвящена отпускам, за основу были взяты основные положения этой конвенции. Вместе с тем, определенные нюансы в предоставлении отпусков появятся. Дело в том, что конвенция МОД об оплачиваемых отпусках вводит понятие, которого нет в российском законодательстве об отпусках. В частности, речь идет о таком явлении, как непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска. В Трудовом кодексе Российской Федерации прямой аналогии с этой нормой нет. Что же это за непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска? О ней речь идет в статьях 8 и 9 132-й конвенции МОД. Статья 8 конвенция в пункте 2 предусматривает, что если иное не предусмотрено в соглашении, связывающем работодателя и работника, то при условии, что продолжительность работы дает работнику такое право, одна из частей отпуска должна составлять по меньшей мере две непрерывные рабочие недели. Аналогичная норма, касающаяся разделения отпуска на части, есть в статье 125 Трудового кодекса Российской Федерации, которая также предусматривает, что при разделении отпуска на части, хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней, то есть двух непрерывных рабочих недель. Вот эти 14 календарных дней и признаются непрерывной частью ежегодного оплачиваемого отпуска. Статья 9 конвенции номер 132 предусматривает, что эта непрерывная часть должна предоставляться и использоваться не позже, чем в течение одного года. А остаток, который превышает 14 календарных дней отпуска, должен предоставляться сотруднику не позже, чем в течение 18 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск. Иными словами, конвенция исходит из того, что непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна предоставляться сотруднику ежегодно. В этом и усматривается расхождение в подходе к правовому регулированию отпусков между Трудовым кодексом Российской Федерации и Конвенцией мод номер 132. Напомним, часть 3 статьи 124 Трудового кодекса предусматривает, что в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации или индивидуального предпринимателя, допускается согласие работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Иными словами, российский законодатель исходит из того, что при определенных случаях согласие работника возможно полное перенесение отпуска с одного рабочего года на другой. Исключения касаются лишь отдельных категорий работников, в отношении которых работодатель даже не может ставить вопрос о перенесении отпуска на следующий год. Речь, в частности, идет о работниках в возрасте до 18 лет, а также о сотрудниках, которые заняты на тяжелых работах, а также на работах с вредными условиями труда. Это вытекает из части 4 статьи 124 Трудового кодекса. Но, повторяю по общему правилу, в отношении большинства сотрудников с их письменного согласия может быть положительно решен вопрос о перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год. Конвенция же в статье 9 исходит из того, что это невозможно, поскольку непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, то есть 14 календарных дней, предоставляются и используются не позже, чем в течение одного года. То есть речь идет о ежегодном предоставлении и использовании хотя бы 14 календарных дней отпуска. Причем эти 14 календарных дней должны быть предоставлены сотруднику таким образом, чтобы он отдыхал непрерывно, а не суммированно. Таким образом, начиная с 6 сентября 2011 года, полное перенесение отпуска на следующий рабочий год блокируется конвенцией. В данной части конвенция улучшает положение работника, поскольку запрещает непредоставление отпуска в полном объеме. Соответственно, в этой части, в соответствии с статьей 15 Конституции Российской Федерации, этот международный договор будет иметь большую юридическую силу, чем положение Трудового кодекса России. И, соответственно, полное перенесение отпуска на следующий рабочий год будет уже невозможным. Каждый год сотрудник должен будет как минимум на 14 календарных дней непрерывно отправляться в ежегодный оплачиваемый отпуск. На следующий рабочий год можно будет переносить лишь ту часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 14 календарных дней. Сроки же использования этих дней конвенция определяет следующим образом. Не позднее 18 месяцев после окончания того рабочего года, за который предоставляется отпуск. Иными словами, работодателю-работнику отводится полтора года на то, чтобы решить вопрос, в какой момент может быть использована часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Российский трудовой кодекс в этой части устанавливает более жесткие правила, касающиеся того, что отпуск при его перенесении на следующий рабочий год должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания года, за который предоставляется. То есть речь уже идет не о полутора годах, а о угоде. Но в любом случае, в рамках вот этого периода годичного или полуторагодичного, работник может потребовать предоставления ему той части отпуска, которая не была им ранее использована. В этом юридическое значение этих сроков. Соответственно, если работник потребует предоставления этой части отпуска, по той причине, что работодатель, к примеру, забыл решить этот вопрос при составлении графика отпусков на следующий рабочий год, то соответствующее заявление работника будет иметь обязательную для работодателя силу. Если же эти сроки по каким-то причинам истекли, к примеру, речь может идти об отпусках прошлых лет, то в этой ситуации, поскольку сроки истекли, работник уже не сможет потребовать предоставления ему соответствующих частей отпусков прошлых лет. Однако права на эти отпуска он, безусловно, не лишается. Подчеркиваю, он не может лишь требовать предоставления отпуска. Однако, если работодатель не возражает, то, безусловно, эти отпуска прошлых лет работнику должны быть предоставлены. В противном случае при увольнении с работы в соответствии со статьей 127 Трудового кодекса работнику будет выплачена компенсация за все неиспользованные отпуска, за сколько бы лет они не накопились. Таким образом, значение юридическое вот этих сроков годичного или 18-месячного главным образом сводится к тому, что в пределах этого срока работник может требовать предоставления ранее неиспользованных отпусков. За пределами этих сроков отпуск предоставляется по соглашению сторон и при наличии в работодателе соответствующих возможностей. Но само право на отпуск, которое однажды возникло, было сотрудникам заработано, не может ни аннулироваться, ни сгорать по истечении вот этих предусмотренных Российским Трудовым кодексом и Конвенцией Международной Организации труда об оплачиваемых отпусках сроков. Вот это то новое, что с 6 сентября 2011 года начнет реализовываться в сфере предоставления и использования работниками ежегодных оплачиваемых отпусков. Ну, помимо тех изменений, которые происходили и происходят в области правового регулирования отпусков, немало вопросов и сложностей возникает у работодателей при решении текущих вопросов, связанных с предоставлением и использованием отпусков. Здесь уместно напомнить, что отпуск – это одна из разновидностей времени отдыха в соответствии со статьей 107 Трудового кодекса Российской Федерации. От других видов времени отдыха отпуска отличаются рядом признаков. Во-первых, отпуск – это ежегодное время отдыха, поскольку право на отпуск возникает раз в году и используется по частям или единовременно. Это уже другой вопрос. Но вообще отпуск относится к ежегодным видам времени отдыха. Другой отличительной чертой отпусков является их длительность. И в этой части они, например, отличаются от выходных дней, от междусменного отдыха, от нерабочих праздничных дней, которые тоже бывают ежегодно. Каждый праздник лишь один раз в году бывает. Так вот, отпуска, в отличие от всех прочих видов времени отдыха, характеризуется относительной длительностью и непрерывностью. И случайно законодатель, разрешая разделение отпусков на части, тем не менее устанавливает определенные требования к делению отпусков на части, указывая на то, что хотя бы одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Следовательно, длительность и непрерывность являются характерной чертой именно отпусков. Все отпуска, которые предусмотрены российским законодательством, по своему характеру и целевому назначению делятся на две большие группы. Это отпуска трудовые, которые предоставляются работникам, состоящим в трудовых отношениях, за исполнение трудовой функции при наличии определенного стажа работы. Так вот, стаж работы как необходимое условие для возникновения права на отпуск и свидетельствует о том, что эти отпуска признаются трудовыми. Другие отпуска, которые также предусмотрены российским трудовым законодательством, это отпуска социальные, целевое назначение которых связано с тем, чтобы работник получил свободное время для реализации своих функций, не связанных напрямую с трудовой деятельностью. Речь идет, к примеру, об учебных отпусках, которые предоставляются для того, чтобы работник мог реализовать свое право на образование. Или, например, отпуска, связанные с уходом за ребенком, с материнством, с отцовством. То есть в данном случае такой отпуск позволяет работнику реализовывать надлежащим образом свои семейные права и обязанности. Так вот, в отличие от трудовых отпусков, социальные отпуска не связаны с наличием какого-либо стажа работы и имеют строго целевое назначение. Предоставляются они только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Другая известная классификация отпусков связана с их оплачиваемостью. Все отпуска с этой точки зрения можно разделить, опять-таки, на две большие группы. Отпуска могут быть оплачиваемые, могут быть неоплачиваемые. Причем оплачиваемыми и неоплачиваемыми могут быть как трудовые, так и социальные отпуска. К примеру, ряд учебных отпусков предоставляются сотрудникам без сохранения заработной платы, а трудовые отпуска без сохранения заработной платы предусмотрены, в частности, статьей 128 Трудового кодекса. Кроме того, еще одна известная классификация отпусков основана на их продолжительности и условиях предоставления. Она применяется в основном к трудовым отпускам. С этой точки зрения все трудовые, оплачиваемые отпуска делятся на основные и дополнительные. Продолжительность, напомним, основного ежегодного оплачиваемого отпуска составляет минимум 28 календарных дней. И лишь у отдельных категорий работников ежегодные оплачиваемые отпуска длятся дольше. Это так называемые удлиненные ежегодные оплачиваемые отпуска. Они предоставляются, к примеру, несовершеннолетним или инвалидам и рядом других категорий работников. Что же касается дополнительных отпусков, то они могут предоставляться как в случаях, предусмотренных законодательством, так и в случаях, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и даже трудовым договором. К ним, к примеру, относятся отпуска за работу в тяжелых, вредных, опасных условиях труда, отпуска за ненормированный рабочий день, отпуска за стаж работы, ну и ряд других дополнительных отпусков. Дополнительные отпуска при этом суммируются с основными и предоставляются работникам либо одновременно с основными, либо в рамках процедуры разделения отпусков на части также могут сотрудникам предоставляться. Что касается законодательства об отпусках, то здесь уместно напомнить, что нормы об отпусках сосредоточены главным образом в главе 19 Трудового кодекса. Кроме того, ряд других положений Трудового кодекса также регламентирует вопросы предоставления отпусков. Они сосредоточены главным образом в разделе Трудового кодекса, посвященном труду отдельных категорий работников. О некоторых из этих категорий мы сегодня будем вспоминать в рамках данного семинара. Помимо Трудового кодекса и международных актов, один из которых мы уже вспоминали, речь идет о конвенции МОД номер 132 об оплачиваемых отпусках, не следует забывать, что многие вопросы, связанные с предоставлением и использованием отпусков, регламентируются в настоящее время правилами об очередных и дополнительных отпусках, которые были утверждены Народным комиссариатом труда Союза СССР 30 апреля 1930 года номер 169. И при решении вопросов предоставления и использования отпусков эти правила в настоящее время продолжают применяться в той части, в которой они не противоречат российскому законодательству и российской конституции. Это вытекает из статьи 423 Трудового кодекса. И вот в связи с этими правилами уместно вспомнить о том, каким же образом следует подсчитывать стаж работы для ежегодного оплачиваемого отпуска и какие периоды времени в него включаются, а какие нет. Здесь необходимо учитывать, что статья 121 Трудового кодекса предусматривает как периоды времени, которые включаются, стаж работы на отпуск, так и периоды времени, которые в него не включаются. Так вот, в стаж работы, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается прежде всего время фактической работы, которое устанавливается на основании табеля учета рабочего времени. Время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами о труде, коллективными договорами, соглашениями, локальными актами и трудовым договором сохранялось место работы или должность, в том числе время ежегодных оплачиваемых отпусков, нерабочие и праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы при восстановлении на работе также включается в стаж работы на отпуск. Периоды отстранения от работы сотрудника, который не прошел обязательного медицинского осмотра или обследования не по своей вине, также должно включаться в стаж. Ну и, наконец, время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, которая не превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, также включается в стаж. Иными словами, если сотрудник в течение рабочего года использует не более 14 календарных дней отпусков без содержания, то на стаже работы для отпуска это негативного влияния не оказывает и значения не имеет. Если же в течение рабочего года сотрудник использовал более чем 14 календарных дней отпусков без содержания, то та часть, которая превышает 14 календарных дней, должна будет из стажа исключаться. Это может иметь негативное значение для отпуска. Каким образом? 28 минимум календарных дней сотруднику полагается за рабочий год. Если же сотруднику предоставляется отпуск без содержания продолжительностью более 14 календарных дней, то это означает, что конкретный рабочий год отработан данным работником не полностью. И на то количество календарных дней, которое превышает 14, нам необходимо будет продлить рабочий год сотрудника. В результате того, что эта часть отпусков без содержания в стаж работы на отпуск не попадает. Соответственно, если в течение года, к примеру, мы предоставили работнику 20 календарных дней отпуска без содержания, то 14 из них останутся в стаже на отпуск, а 6 календарных дней включены в него не будут. Соответственно, на 6 календарных дней сместится дата окончания рабочего года. Рабочий год, напомню, в соответствии с упомянутыми мною ранее правилами об очередных и дополнительных отпусках, исчисляется от момента приема на работу и составляет 12 календарных месяцев. К примеру, если сотрудник был принят на работу 6 сентября 2011 года, то его рабочий год завершится 5 сентября 2012 года. Так вот, в этот период времени будут засчитываться лишь те отпуска без содержания, которые не превысили 14 календарных дней. Все остальное из стажа будет исключаться. Помимо вот этой части отпусков из стажа, исключается также время отпусков по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Ну и, наконец, время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе следствие отстранения от работы по вине самого работника. Кроме того, не следует забывать, что стаж работы для дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых сотруднику за работу в тяжелых, вредных, опасных условиях труда, исчисляется по особым правилам. Сюда включается лишь время, фактически отработанное данным сотрудником в соответствующих условиях труда. В результате этого может сложиться ситуация, когда сотрудник может, например, получить авансом весь ежегодный оплачиваемый отпуск, а вот отпуск за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда должен предоставляться сотруднику лишь пропорционально на времени, фактически отработанному в этих условиях. К примеру, если право на отпуск за первый год работы, как вы знаете, возникает уже через 6 месяцев непрерывной работы в данной организации, то это означает, что через 6 месяцев сотрудник может получить все 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Если же данный сотрудник при этом работает еще и в тяжелых, или вредных, или опасных условиях труда, то очевидно, что за 6 месяцев работы он не успеет заработать весь положенный ему в течение рабочего года дополнительный оплачиваемый отпуск. А его минимальная продолжительность, напомню, в соответствии с 870-м постановлением правительства, составляет 7 календарных дней. Соответственно, предоставляя сотруднику через 6 месяцев непрерывной работы в полном объеме, к примеру, ежегодный основной оплачиваемый отпуск, мы можем к нему присоединить лишь часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях труда, которая была заработана сотрудником в течение полугода. Весь отпуск, заработав в этих условиях труда, данной ситуации мы предоставить не вправе, поскольку здесь стаж исчисляется по особым правилам, закрепленным в статье 121 Трудового кодекса. В ситуации, когда сотрудник увольняется, также важно правильно определить стаж, который он имеет, с тем, чтобы точно установить полагающуюся ему при увольнении компенсацию за неиспользованные отпуска. И здесь уместно напомнить, что в ситуации, когда те или иные периоды времени, те или иные месяца отработаны сотрудником не полностью, то в соответствии с правилами об очередных и дополнительных отпусках 30-го года, подсчет вот этих месяцев, которые не были отработаны в полном объеме, должен осуществляться в следующем порядке. Если тот или иной месяц отработан менее чем наполовину, то он из расчета исключается. Если же в этом месяце сотрудник отработал 15 и более календарных дней, то это означает, что данный месяц отработан полностью. Мы должны округлить эти дни и в полном объеме включить этот месяц в расчет. Напомним, один отработанный месяц по общему правилу дает сотруднику 2,33 дня оплачиваемого отпуска. Эта цифра получается в результате разделения 28 календарных дней на 12 месяцев. Соответственно, один месяц при округлении и дает нам 2,33 дня отпуска. Причем компетентные органы разъясняют, что законодательство не предусматривает возможности округления отпуска при его предоставлении или при расчете стажа. Если же такие округления производятся, то производить их нужно не по правилам арифметики, а таким образом, чтобы положение работника не ухудшилось. То есть округлять следует в большую сторону. Здесь же необходимо помнить, что в силу пункта 28 правил об очередных и дополнительных отпусках при увольнении работника, который не использовал своего права на отпуск, ему выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск в полном объеме ситуации, если он проработал хотя бы 5,5 месяцев при увольнении по ряду оснований. Этой нормы в Трудовом кодексе нет, однако напрямую она ему не противоречит и положение работника не ухудшает. Следовательно, в силу статьи 423 это правило, содержащееся в документе 30-го года, подлежит обязательному применению. Соответственно, если мы установили, что в этом рабочем году сотрудник отработал 5,5 и более месяца, мы должны будем ему выплатить компенсацию за все 28 дней отпуска, а не пропорционально отработанному времени, при увольнении по тем основаниям, которые перечислены в пункте 28 правил об очередных и дополнительных отпусках. Речь идет об увольнениях, связанных с ликвидацией организаций, а также об увольнениях, связанных с сокращением численности или штата работников. Еще одно основание увольнения, которое позволяет рассчитывать на полную компенсацию, связано с поступлением на военную службу. Также здесь у нас выяснившаяся непригодность к работе. Иными словами, если сотрудник увольняется в связи с тем, что он по состоянию здоровья признан полностью нетрудоспособным, то есть по пункту 5, у части 1 статьи 83, производит увольнение, мы должны будем ему воплотить компенсацию, не пропорционально отработанному времени, а в полном объеме, если стаж работы в этом рабочем году составляет не менее 5,5 месяцев. А теперь вернемся к отпуску за первый год работы и тем рискам и проблемам, которые возникают при его предоставлении. Напомним, статья 122 Трудового кодекса предусматривает в части 2, что право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику и до истечения 6 месяцев. Какие же ошибки допускаются работодателями при применении данной нормы? Во-первых, работодатели заблуждаются относительно того, что через 6 месяцев работы сотруднику можно предоставить лишь часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Это не так. По общему правилу законодатель исходит из того, что через 6 месяцев непрерывной работы у сотрудника возникает право на весь ежегодный основной оплачиваемый отпуск, то есть на все, по общему правилу, 28 календарных дней. Пропорционально отработанному времени, как я уже сказал ранее, мы предоставляем работнику лишь дополнительные оплачиваемые отпуска за работу в тяжелых, вредных и иных опасных условиях труда. Соответственно, если сотрудник подает нам заявление через 6 месяцев работы о том, что он просит предоставить 28 календарных дней отпуска, это заявление является юридически обязательным для работодателя, и у него нет оснований отказать работнику в получении отпуска в полном объеме. Но, предоставляя отпуск в полном объеме, работодатель входит в зону рисков, связанных с возможной переплатой отпускных при увольнении. Напомним, в том случае, если сотрудник, находящийся в отпуске, примет решение уволиться по собственному желанию и подаст работодателю соответствующее заявление, работодатель опять-таки не сможет воспрепятствовать прекращению трудовых отношений. И в результате на момент увольнения окажется, что мы работнику отпускные переплатили, поскольку рабочий год отработан полностью не был, а отпускные были выплачены за все 28 календарных дней отпуска. Чтобы избежать такого рода рисков, необходимо решить проблему, связанную с предоставлением отпуска за первый год работы, непосредственно в трудовом договоре при его заключении, где можно отразить соглашение сторон о разделении отпуска за первый год на части, поскольку 125-я статья Трудового кодекса допускает по соглашению сторон разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Соответственно, эта норма вполне применима и к отпускам за первый год работы. И если в трудовом договоре с работником будет определен порядок использования отпуска за первый год работы по частям, тогда окажется, к примеру, что через 6 месяцев работы сотрудник получит часть ежегодного оплачиваемого отпуска, к примеру, 14 календарных дней, а оставшуюся часть получит какие-то иные сроки, определенные либо в самом трудовом договоре, либо в отдельном соглашении сторон. Такой вариант позволит работодателю избежать рисков переплаты отпускных сотрудникам, работающим в организации или у индивидуального предпринимателя первый год. Ну а отпуск за второй и последующие годы работы будет предоставляться сотруднику уже в соответствии с графиком отпусков. Здесь уместно напомнить, что в соответствии со статьей 123 Трудового кодекса график отпусков является обязательным как для работодателя, так и для работника. График определяет очередность предоставления сотрудникам оплачиваемых отпусков. Он должен утверждаться работодателем ежегодно с учетом мнения представительного органа работников в лице профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. То есть речь идет о том, что приблизительно к 17 декабря каждого года у нас в организации должен быть разработан и утвержден график отпусков на следующий календарный год. Но при этом у нас получается определенная несогласованность между периодами, за которые предоставляется отпуска, и периодом, который охватывает график отпусков. График отпусков составляется на календарный год, между тем, как сами отпуска предоставляются за рабочие годы. Соответственно, в одном календарном году может получиться так, что сотрудник может получить отпуска за разные рабочие годы, и таким образом получит дважды ежегодный основной оплачиваемый отпуск в одном и том же календарном году. Однако это будут отпуска за разные рабочие годы, что, соответственно, работодателей смущать не должно. При составлении и утверждении графика отпусков необходимо помнить, что ряд сотрудников имеют льготу, связанную с тем, что им предоставлено право использовать свои ежегодные оплачиваемые отпуска в любое удобное для них время. Таким правом наделены, к примеру, несовершеннолетние работники, а также женщины, которые имеют двух и более детей в возрасте до 12 лет. Ну и ряд других категорий работников. К примеру, супруги военнослужащих вправе использовать свой ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском супруга военнослужащего. Соответственно, работодателю при разработке и утверждении графика отпусков целесообразно составить список работников, которые имеют такого рода льготы, с тем, чтобы понимать, что полученные от них заявления будут для работодателя обязательными. И при составлении графика отпусков мы должны будем их пожелания в обязательном порядке учитывать. Много вопросов возникает по поводу того, необходимо ли знакомить сотрудников с графиком отпусков под роспись. Здесь необходимо исходить из того, что сам график отпусков в силу статьи 123 является документом юридически обязательным как для работодателя, так и для работника. Он действует в течение календарного года. Соответственно, график отпусков, с этой точки зрения, вполне может быть признан локальным нормативным актом, который регламентирует процедуру предоставления сотрудникам отпусков в том или ином календарном году. А раз так, то в силу части 2 статьи 22 Трудового кодекса можно сделать вывод о том, что работодатель обязан знакомить работников с графиком отпусков под роспись. Очевидно, что график отпусков непосредственно связан с трудовой деятельностью работника, а значит, он должен быть с ним ознакомлен под роспись. Другой важный процедурный момент, касающийся порядка предоставления отпусков, опять-таки, закреплен в статье 123 Трудового кодекса, в части 3, в которой предусмотрено, что о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 2 недели до его начала. Очевидно, что не следует путать ознакомление работника под роспись с графиком отпусков и уведомление его о начале отпуска. Это совершенно разные процедуры, и одна из них никак не заменяет другую. Одна связана с выполнением требований части 2 статьи 22 Трудового кодекса, другая с выполнением требований части 3 статьи 123 Трудового кодекса. Как выполнить эту обязанность? Можно подготовить отдельный документ, который будет называться «Извещение о времени начале отпуска». Но этот вариант, безусловно, усложнит кадровый документооборот, поскольку потребует необходимости составления дополнительного отдельного документа. Поэтому чаще всего на практике эта норма закона выполняется работодателями посредством ознакомления работника с приказом о предоставлении ему отпуска. В этом приказе обозначено время начала, время окончания отпуска, за какой период времени он предоставлен. Соответственно, ничто не мешает работодателю издать приказ об отпуске за 2 недели до его начала и ознакомить с этим приказом сотрудника под роспись. Тем самым будет выполнено требование закона, касающееся извещения работника за 2 недели о времени начала отпуска. Невыполнение требований закона, касающихся извещений о времени начала отпуска, может иметь для работодателя негативные последствия. Они закреплены в статье 124 Трудового кодекса, где сказано, что если работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению данного сотрудника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. То есть в данном случае речь идет о рисках перенесения отпуска на другой срок, который необходимо будет согласовать с сотрудником. Но обратите внимание, такая обязанность возникнет у работодателя лишь в том случае, если работник выдвинет соответствующее требование, то есть обратиться к работодателю с соответствующим заявлением. Причем закон определяет, что это заявление должно быть письменным. Только в этом случае у работодателя возникает обязанность перенести отпуск на другой срок. Если же с соответствующим письменным заявлением работник к работодателю не обратится, то более позднее уведомление о времени начала отпуска никаких правовых последствий иметь в данном случае не будет. И отпуск будет предоставляться сотруднику в те сроки, которые определены графиком. Немало вопросов на практике возникают в ситуации, когда сотрудник не выполняет график отпусков и отказывается использовать свой ежегодный оплачиваемый отпуск по тем или иным причинам. Здесь необходимо выполнять требования закона. А он, как я уже неоднократно повторял, устанавливает правила, согласно которому график отпусков является обязательным как для работодателя, так и для работника. Следовательно, если сотрудник, вопреки утвержденному графику отпусков, с которым он был ознакомлен, и изданному работодателем приказу о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в отпуск не уходит, то речь, безусловно, идет о нарушении трудовой дисциплины, о нарушении графика отпусков и приказа на отпуск, и, соответственно, положении статьи 123 Трудового кодекса. Нарушение трудовой дисциплины, как известно, по вине работника влечет за собой дисциплинарную ответственность. Поэтому работодатель в этой ситуации вправе, опираясь на статьи 192 и 193 Трудового кодекса, истребовать у работника письменные объяснения о причинах отказа уйти в отпуск, ну и, то сказать, получив такие объяснения, либо заактировав факт отказа отставить, принять соответствующее решение о применении к данному сотруднику дисциплинарных взысканий, с учетом тяжести этого проступка, ну, главным образом, тех правовых последствий, к которым он приводит. Исключения могут касаться лишь, опять-таки, тех категорий работников, которые имеют право использовать свои ежегодные оплачиваемые отпуска в любое удобное для них время. Соответственно, несмотря на то, что сотрудник подавал заявление, и отпуск был для него предусмотрен графиком, однако в дальнейшем он может передумать по каким-то причинам и подать работодателю новое заявление о новых сроках предоставления и использования отпуска. Разумеется, что в такой ситуации поданное работникам заявление, опять-таки, будет юридически обязательным для работодателя. Он должен будет скорректировать график отпусков, издать соответствующий приказ и предоставить сотруднику отпуск в тот срок или в тот период времени, о котором просит данный работник. Но это, повторяю, касается лишь льготников, которые имеют право использовать отпуска в любое удобное для них время. При корректировке графиков отпусков, безусловно, всегда возникает вопрос о выполнении других процедурных требований законодательства, связанных как с извещением работника за две недели о времени предоставления отпуска, так и со сроками выплаты отпускных. Напомним, что в силу у статьи 136 Трудового кодекса отпуск должен быть оплачен работнику не менее чем за три дня до его начала. Речь таким образом идет о трех календарных днях. Соответственно, если график отпусков корректируется, будь то по требованию льготника, который имеет право в любое время использовать отпуск, либо по соглашению сторон о перенесении сроков использования отпуска, всегда нужно помнить о том, что в результате всех этих корректировок работодатель, тем не менее, должен выполнить требования закона, касающиеся и уведомления об отпуске, и выплаты отпускных. Вместе с тем, если речь идет о льготниках, то, разумеется, очень сложно их убедить в том, что они должны подавать работодателю заявление о перенесении своих отпусков не менее чем за две недели до начала отпуска. Однако, ничто не мешает работодателю такую норму закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка. С тем, чтобы соблюдались все предусмотренные законом требования, касающиеся уведомлений о времени начала отпуска и сроков выплаты отпускных. Но в любом случае, если льготник подает такое свое заявление позднее, чем за две недели, формально он все равно имеет право уйти в отпуск в любое удобное для него время, и значит, работодатель не сможет известить этого сотрудника об отпуске за две недели. А в ряде случаев, если, к примеру, работник уведомляет о своем отпуске накануне, то, соответственно, и за три дня выплатить отпускные в такой ситуации также не представляется возможным. Здесь, кстати, возникает проблема с применением статьи 236 Трудового кодекса, которая говорит о том, что в случае несвоевременной оплаты отпуска у работодателя возникает обязанность выплатить работнику компенсацию за задержку оплаты отпуска за каждый день просрочки по день расчета включительно. Причем обязанность такая возникает вне зависимости от наличия вины работодателя. Если прочесть эту норму буквально, то окажется, что даже в ситуации, когда отпускные не были своевременно выплачены исключительно по вине работника, который несвоевременно уведомил о времени начала отпуска работодателя, тем не менее закон в этой ситуации прописан не очень корректно. Хотя в данной ситуации, безусловно, речь должна идти о том, что работник, быть может, в ряде случаев даже злоупотребляет своим правом, поскольку не желает извещать работника о том, когда же он намерен использовать свой ежегодный оплачиваемый отпуск, что опять-таки создает массу проблем на практике. Но в любом случае в таких ситуациях речь о привлечении работодателя к ответственности идти не должна, поскольку его вины в этой ситуации нет. Что же касается выплаты процентов, то, повторяю, закон на сегодняшний день не позволяет работодателям отказать в их начислении такому сотруднику. Немало проблем на практике возникает и в ситуациях, когда отпуска продлеваются, переносятся на другой срок, или когда имеет место отзыв сотрудника из отпуска, а равно от отпуска делятся на части. На что здесь необходимо обратить внимание? В силу статьи 124 Трудового кодекса ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работников в следующих случаях. Во-первых, это при временной нетрудоспособности работника, при исполнении им государственных обязанностей, если законодательством для этого предусмотрено освобождение от работы в период отпуска и в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством или локальными нормативными актами. Иными словами, законодатель позволяет работодателю в локальных нормативных актах предусмотреть те случаи, когда ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок. Продление отпуска означает, что корректируется дата окончания отпуска. Это основной вариант развития событий, если работникам не подано заявление о перенесении отпуска на другой срок. В этом отличие продления отпуска от его перенесения на другой срок, когда изменяется не только дата окончания отпуска, а частично и дата его начала, поскольку часть отпуска переходит на другие календарные периоды. Продление, как я уже сказал, это основной вариант развития событий в ситуации, когда сотрудник не настаивает на том, чтобы решился вопрос о перенесении отпуска на другой срок. В данном случае тот срок, на который будет перенесен отпуск сотрудника, который заболел, будет решаться работодателем, но при этом он должен учитывать пожелания работника. Очевидно, что и при продлении, и при перенесении отпуска на другой срок необходимо будет корректировать кадровые документы, в частности, график отпусков. Продление отпуска не требует от работника каких-либо заявлений, и в такой ситуации достаточно будет издать приказ, на основании которого будет скорректирован график. Если же речь пойдет о перенесении отпуска на другой срок, то в такой ситуации, безусловно, потребуется заявление работника, в котором он выскажет свои пожелания о времени использования вот этой части отпуска, которая будет переноситься. Также и приказ работодателя потребуется, на основании которого будут внесены изменения в график отпусков. В графике отпусков, напомню, есть специальные графы, которые выделены для заполнения в тех случаях, когда отпуск переносится на другой срок. Это графы 8, 9. Есть и графа 10 в графике отпусков примечания, где вполне можно зафиксировать причину корректировки данного кадрового документа. Не следует также забывать, что все предоставляемые сотруднику отпуска отражаются в его личной карточке, где есть соответствующий специальный раздел. И в нем можно отразить как запланированное время отпуска, так и периоды его фактического использования. Если сотруднику не была произведена своевременная оплата отпуска, то есть менее чем за три дня, то у него также возникает право подать работодателю соответствующее письменное заявление о переносе отпуска на другой срок. Это заявление будет юридически обязательным для работодателя, и, соответственно, при корректировке графика отпусков оно должно быть учтено. Таким образом, на основании заявления будет издан соответствующий приказ в этой ситуации, а на основании приказа будут внесены изменения в график отпусков, а в конечном итоге все это найдет отражение в личной карточке работника. Что же касается отзыва из отпуска, то эта кадровая процедура инициируется работодателем и требует обязательного письменного согласия работника. Отзыв из отпуска допускается в исключительных случаях, и, как я уже заметил, с согласия работника. Однако данная кадровая процедура не может быть реализована в отношении отдельных категорий работников. В частности, в силу статьи 125 Трудового кодекса не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. В результате отзыва из отпуска неиспользованной оказывается часть отпуска сотрудника. То есть образуются части неиспользованного отпуска и образуется переплата по отпускным, поскольку фактически отпуск оказался меньше, чем его оплата. То есть в результате реализации данной процедуры работодатель столкнется с необходимостью пересчитать отпускные. В этом случае неиспользованная из-за отзыва часть отпуска в силу статьи 125 Трудового кодекса должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Иными словами, отозванный из отпуска сотрудник получает льготу, связанную с тем, что именно он и должен будет определить судьбу неиспользованной части отпуска. Соответственно, в своем заявлении, которое он подаст работодателю, он может указать тот период времени, когда он намерен использовать данный отпуск в текущем рабочем году, либо указать на то, чтобы работодатель присоединил неиспользованную часть отпуска к отпуску за следующий рабочий год. В любом случае данное заявление сотрудника будет являться юридически обязательным для работодателя. На основании этого документа издается соответствующий приказ и вносятся корректировки в график отпусков и личную карточку работника. Что же касается прерывания отпуска, то в отличие от отзыва прерывание отпуска инициируется работником. Трудовой кодекс не регламентирует данную процедуру. Законодательство вообще по поводу прерывания отпусков высказывается только в части социальных отпусков. К примеру, возможность прервать отпуск по уходу за ребенком предусмотрена нормативными документами. Возможность прервать ежегодный оплачиваемый отпуск или дополнительный отпуск законам прямо не предусмотрена. Поэтому, когда на практике работник желает по каким-то причинам досрочно выйти из отпуска, то, как правило, это оформляется соглашением сторон о перенесении части отпуска. В данном случае по соглашению сторон, опять-таки, отпуск будет, неиспользованная его часть, присоединена к отпуску за следующий рабочий год, либо будет использована в текущем рабочем году, но уже по соглашению сторон. Немало вопросов возникает на практике в связи с отпуском, с последующим увольнением, вокруг которого нередко возникают трудовые споры. Здесь работодателям необходимо внимательно изучить и правильно применять статью 127, которая предусматривает, в числе прочего, что по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть ему предоставлены с последующим увольнением, за исключением увольнения за виновные действия. При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Это общее правило сформулировано в части 2 статьи 127. Иными словами, для того, чтобы реализовать процедуру кадровую, связанную с предоставлением отпуска с последующим увольнением, необходимо выполнить ряд предусмотренных законом условий. Во-первых, инициировать эту процедуру может только работник, который должен подать соответствующее письменное заявление на имя работодателя. Во-вторых, у работника должны быть неиспользованные отпуска к моменту увольнения. Ну и, наконец, увольнение должно производиться не за совершение виновных действий. При этом это может быть как увольнение по инициативе работника, так и увольнение по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Но не за виновные действия. Или же увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Во всех случаях, повторяю, днем увольнения юридически будет считаться последний день отпуска. Причем это правило будет действовать и в ситуациях, когда речь идет о увольнении с последующим предоставлением отпуска в отношении срочных трудовых договоров. В частности, в части 3 ст. 127 сказано, что при увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда его время полностью или частично выходит за пределы срока трудового договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. То есть, вне зависимости от того, что юридически дата увольнения выходит за рамки действия трудового договора, закон это предусматривает и допускает. Однако, при предоставлении отпуска с последующим увольнением, при расторжении трудового договора по инициативе работника, данный сотрудник вправе отозвать свое заявление об увольнении только до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. Иными словами, в данном случае отзыв заявления об увольнении по собственному желанию допускается только до момента начала отпуска. И еще одно важное требование закона, касающееся предоставления отпусков с последующим увольнением. Данное право работника не обязывает работодателя его удовлетворять. Иными словами, подача работникам соответствующего заявления не является юридически обязательной для работодателя. И, соответственно, он может и отказать сотруднику в предоставлении отпуска с последующим увольнением. Ну и, наконец, встает неизбежный вопрос, как даже нужно оформить документы кадровые, связанные с увольнением, и произвести с работником окончательный расчет. Как я уже сказал, юридически последним днем работы, последним днем, когда работник будет считаться сотрудником, будет состоять в трудовых отношениях, считается последний день отпуска. Однако еще в 2007 году Конституционный суд Российской Федерации дал разъяснение, согласно которым все требования закона, связанные с оформлением, увольнением и производством расчета, должны быть работодателем совершены до начала отпуска. Соответственно, в последний рабочий день, который предшествует началу отпуска с последующим увольнением, работнику необходимо выдать трудовую книжку, ознакомить его под роспись с приказом об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также подготовить и выдать ему все обязательные кадровые документы. Например, справку о вознаграждении, которое начислялось ему в двух годах предшествующих увольнения. Данное требование предусматривает 255-й федеральный закон, который регламентирует порядок и условия начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и роду. Если сотрудник, которому был предоставлен отпуск с последующим увольнением, находясь в таком отпуске, в дальнейшем заболевает, то соответствующий больничный лист, который будет им предъявлен на работу дателю, будет оплачен. Однако дата увольнения в этой ситуации уже не изменится, несмотря на то, что сотрудник болел, и, как вы знаете, дни болезни в период отпуска не включаются и продлевают его. Но применительно к отпускам, связанным с последующим увольнением, эти нормы не применяются, поскольку с первого дня отпуска сотрудник фактически уже признается уволен. Вместе с тем оспаривать выплаты, которые были ему, к примеру, произведены при предоставлении отпуска с последующим увольнением, сотрудник будет от момента своего увольнения юридического. Не так давно по этому поводу высказался Верховный суд Российской Федерации, который обратил внимание на то, что днем увольнения юридически, тем не менее, остается последний день отпуска. И именно от этой даты необходимо отсчитывать период, в течение которого сотрудник вправе оспорить те начисления, которые ему были сделаны, ну или иные какие-то нарушения, которые были в отношении него допущенной работодателем. Немало вопросов возникает и при решении вопросов замены отпуска денежной компенсации. Эту замену принято разграничивать на полную и частичную. Полная замена отпуска денежной компенсации допускается лишь при увольнении с работы. В силу части первой статьи 127 Трудового кодекса при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Что же касается денежной компенсации в период работы, то она может быть лишь частичной, причем в силу статьи 126, замене денежной компенсации подлежит лишь та часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Кроме того, не следует забывать, что в отношении отдельных категорий работников запрещается замена тех или иных ежегодных отпусков денежной компенсации. Речь в частности идет о беременных женщинах, которым запрещено компенсировать как ежегодный основной, так и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Это же правило распространяется и на несовершеннолетних работников. А что касается сотрудников, которые заняты на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, то им запрещено компенсировать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в таких условиях. Но, разумеется, только при увольнении, в случае увольнения, и этим сотрудникам выплачивается полная денежная компенсация за все отпуска. С учетом вот этих ограничений, получается, что на сегодняшний день право получить частичную компенсацию взамен отпуска имеют лишь следующие категории работников. Это, во-первых, сотрудники, которым предоставляются удлиненные ежегодные основные оплачиваемые отпуска. Например, инвалиды или отдельные категории государственных служащих. Кроме того, это сотрудники, которым предоставляются дополнительные отпуска не за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях труда. Например, сотрудники, которым предоставляются отпуска за ненормированный рабочий день. Наполню, что в силу статьи 119 Трудового кодекса минимальная продолжительность такого отпуска составляет 3 календарных дня. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков денежной компенсации, опять-таки, может быть заменена лишь часть ежегодного оплачиваемого отпуска того или иного года, который превышает 28 календарных дней. На это обращает внимание и Роструд в своих письмах. Это же закреплено и в 126-й статье Трудового кодекса Российской Федерации. Немало вопросов при применении законодательства об отпусках касается правил начисления и выплаты сотрудникам отпускных. О них нам расскажет Татьяна Викторовна Тарасова, которой я и предоставляю слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На период очередных дополнительных отпусков заработникам сохраняется средний заработок. Средний заработок определяется по правилам 139-й статьи Трудового кодекса, в которой сказано, что для определения среднего заработка используется расчетный период 12 месяцев перед месяцем сохранения среднего заработка. Однако, если локальным актом по предприятию вы предусмотрите иной расчетный период для определения среднего заработка, то можно определять средний заработок за расчетный период, который вы предусмотрите локальным актом, главное, чтобы не ухудшалось положение работника. То есть, чтобы средний заработок, определенный за ваш расчетный период, ни в коем случае не был меньше среднего заработка, определенного за 12 месяцев. Особенности порядка исчисления среднего заработка у нас установлены правительством Российской Федерации в постановлении номер 922 от 24 декабря 2007 года. Что хочется сказать, для отпусков, как дополнительных, так и основных, и для компенсации за неиспользованный отпуск определяется всегда средний дневной заработок при любых режимах работы. Средний заработок определяется по формуле. В числителе у нас фактически начисленные выплаты в расчетном периоде в 12 месяцах, будем говорить именно об этом расчетном периоде, которые начислены фактически в расчетном периоде, а в знаменателе среднемесячное количество календарных дней, за которое они начислены. Сначала с вами поговорим о выплатах. Какие же выплаты участвуют при определении среднего заработка? Во втором пункте 922 постановления четко сказано, что для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системы оплаты труда, виды выплат, предусмотренные у работодателя, независимо от источников, из которых они выплачены. Что это за выплаты? Зарплата, доплаты, надбавки, какие-то компенсационные выплаты, увеличение объема работ, замещение, совмещение, категория, квалификация, завредность. И также участвуют при определении среднего дневного заработка все премии, которые предусмотрены вашей системой оплаты труда, независимо, еще раз повторяюсь, от источников, из которых эти премии выплачены. Вот премии по итогам работы какого-то периода времени участвуют с учетом некоторых особенностей, которые прописаны в 15 пункте вот этого 922 постановления. Там сказано, что премии участвуют именно фактически начисленные в расчетном периоде, неважно за какой период они начислены, берется факт начисления. Премии, которые начисляются пропорционально отработанному времени, участвуют в фактически начисленной сумме. Если же премии начисляются в абсолютной величине, независимо от отработанного времени, то такие премии нужно пересчитать на отработанное время в расчетном периоде. То есть разделить на количество рабочих дней, сколько работник должен был отработать в этом расчетном периоде, и умножить на количество рабочих дней, сколько отработал. То есть фактически вот эти премии, которые начисляются независимо от отработанного времени, уменьшаются. А премии по итогам работы участвуют не более одной за одни и те же результаты. Но проще сказать, если расчетный период 12 месяцев, то участвуют при определении среднего заработка не более 12 ежемесячных премий, не более 4 квартальных премий, не более 2 полугодовых премий. Причем, еще раз повторяюсь, они должны быть фактически начислены в расчетном периоде. Премии по итогам работы за год участвуют с учетом некоторых особенностей. Она не обязательно должна быть начислена в расчетном периоде, причем берется премия по итогам работы предшествующего событию календарного года. То есть, если это отпуска 2011 года, при определении среднего заработка участвует премия по итогам работы 2010 года. Если это отпуска 2012 года, то, соответственно, при определении среднего заработка будут участвовать премии по итогам работы 2011 года. Но так как премия участвует при определении среднего заработка, независимо от времени начисления вознаграждения, она может быть еще и не начислена. Например, очень показательно рассматривать на начале года. Как правило, годовая премия начисляется в марте-апреле месяце, когда уже понятно итоги, то есть в каком размере ее выплачивать. А сотрудники идут в отпуска в январе, в феврале, в марте. Соответственно, премия еще не начислена. Значит, мы должны с вами определить средний заработок без годовой премии. А потом, когда ее начислим, вернуться к вот этим отпускникам, включить в расчет и, соответственно, досчитать и доплатить отпускные. Все эти выплаты, как я уже вам сказала, делятся на среднемесячное количество календарных дней, за которое они начислены. Если месяцы расчетного периода отработаны полностью, то для этих месяцев среднемесячное количество календарных дней 29,4. Если месяц расчетного периода какой-то отработан не полностью, соответственно, для этого месяца среднемесячное количество календарных дней определяется расчетным путем. 29,4 делится на количество календарных дней не полностью отработанного месяца. Это будет 30, 31, либо 28, если это февраль не полностью отработан, и умножается на количество календарных дней, происходящихся на отработанное время. В случае, если в расчетном периоде нет ни начисленных сумм, ни рабочего времени, особенно показательно рассматривает на женщинах, которые вышли из отпуска по уходу за ребенком и тут же просят очередной отпуск. В этом случае расчетный период относится на предшествующий равный расчетному. Если и в предшествующем периоде нет ни начисленных сумм, ни отработанного времени, то, соответственно, средний заработок определяется и с начисленных сумм и отработанного времени текущего месяца. Допустим, если работник принят на работу с 1 числа календарного месяца, а в конце месяца просит один день очередного отпуска, либо два дня очередного отпуска, соответственно, у него ни в расчетном периоде, ни в предшествующем нет ни рабочих дней, ни начисленных сумм, в этом случае определяется средний заработок из начисленных сумм и отработанного времени текущего месяца. Если и в текущем месяце нет данных ни о заработной плате, ни в рабочем времени, то, соответственно, средний заработок определяется из тарифной ставки должностного оклада, установленного работнику при приеме на работу. В случае повышения заработной платы средний заработок должен проиндексироваться, то есть увеличиться. Это пункт 16 922 постановления. Единственное условие, что повышение должно быть одновременным и всем работникам предприятия, либо по какому-то определенному структурному подразделению этого предприятия. Есть три случая повышения. Если повышение произошло в расчетном периоде, то выплаты, которые начислены до повышения, нужно умножить на коэффициент повышения. Коэффициент повышения определяется просто. Заработная плата, которая стала после повышения, делится на ту, которая была до повышения. Соответственно, определяем коэффициент и каждую выплату индексируем те, которые начислены до момента повышения. Но вот здесь обратите внимание, не все выплаты индексируются. В 16 пункте перечислено то, что не подлежит индексации. Не подлежат индексации выплаты, которые начисляются в пользу работника независимо от отклада в абсолютной величине. Также не подлежат индексации выплаты, которые начисляются в диапазоне значений кратности. И у работодателей много возникает вопросов, что это за выплаты, которые начисляются в диапазоне значений в кратности. Как правило, это премии по итогам работы какого-то периода времени. Если внимательно почитать положение премирования, то можно наткнуться на такую фразу, что начислять ежемесячную премию по итогам работы предшествующего календарного месяца в размере от 50 до 100%. Это уже будет считаться диапазоном значений. И, соответственно, такая ежемесячная премия, не важно, что она начисляется каждый месяц в одной и той же сумме, согласно положению о начислении, она начисляется в диапазоне значений. И, соответственно, индексироваться не будет. Второй случай повышения. Если повышение произошло после расчетного периода, но до наступления случая сохранения среднего заработка. В этом случае можно сначала определить средний дневной заработок и уже его умножить на коэффициент повышения. Но вот это применимо только в том случае, если средний заработок определяется из выплат, которые все подлежат индексации. Если в расчетном периоде начислены выплаты, которые не подлежат индексации, соответственно, такой формулой мы с вами воспользоваться не сможем. Мы должны будем отдельно каждую выплату умножить на коэффициент повышения, сложить с выплатами, которые не индексируются, и тогда уже определять средний дневной заработок. И третий случай повышения. Если повышение произошло в период сохранения среднего заработка. В этом случае нужно проиндексировать только средний заработок, который приходится на момент повышения. То есть не весь, а только с момента повышения. Отпускные выплачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска в размере среднего дневного заработка. Бывают такие случаи, когда в период очередного отпуска работник заболевает. В этом случае, согласно трудового законодательства, отпуск по желанию работника либо продляется, либо переносится на другое время. То есть работник должен издевить свое желание. В случае, если отпуск продляется, то есть на время болезни, то никаких перерасчетов не происходит. Потому что расчетный период для определения отпускных один и тот же. То есть время начала отпуска не изменилось. Если же отпуск переносится на другое время, то отпускные, то есть время отпуска, которое наслоилось вместе с больничным, то есть за вот это время отпускные нужно пересчитать. То есть это будет считаться авансом выплаченной заработной платы. И за это время начисляется пособие по временной нетрудоспособности. А когда работник уже будет использовать в другое время вот этот отпуск, соответственно, будет приказ на отпуск и будет иной расчетный период для определения среднедневного заработка. В случае, если происходит отзыв из отпуска, то тоже за то время, с момента того времени, когда работника отозвали из отпуска, ему нужно пересчитать отпускные. То есть это будет тоже считаться авансом выплаченной заработной платы. И за это время будет начислена заработная плата. В случае увольнения работника, работнику выплачивается компенсация за все неиспользуемые отпуска. В размере среднедневного заработка за каждый календарный день неотгуленного отпуска. Средний заработок определяется точно так же, как и для очередного отпуска. Расчетный период 12 месяцев перед месяцем увольнения. За исключением случая, если работник увольняется в последний день календарного месяца. Это считается рабочим днем. И, соответственно, данный календарный месяц будет участвовать тоже в расчете. Так как мы определяем среднедневной заработок для выплаты компенсации, значит, мы должны знать, а сколько же дней не отгулено у работника отпуска. За каждый месяц работы положено 2,33 дня отпуска, если работнику установлен отпуск 28 календарных дней. Если это работник инвалид, которому положен отпуск 30 календарных дней, значит, при выплате компенсации за неиспользованный отпуск будет использоваться коэффициент 2,5. Это мы 30 поделили на 12. Также не нужно забывать о правилах об очередных и дополнительных отпусках от 30 года номер 169, в которых сказано, что при подсчете дней неотгуленного отпуска месяц отработан половиной и более участвует в расчете. Если месяц отработан менее половиной, то он не участвует в расчете. То есть, допустим, если работник увольняется, отработав 6 месяцев 18 дней, то ему выплачивается компенсация за 7 месяцев. Если работник увольняется, отработав 6 месяцев 12 дней, то ему выплачивается компенсация за 6 месяцев. То есть, 6 умножаем на 2,33, получаем количество календарных дней неотгуленного отпуска и умножаем на определенный средний дневной заработок. В случае, если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил очередной отпуск, отгулял, то работодатель должен удержать излишне выплаченные отпускные. Это 137 статья Трудового кодекса. Сколько дней отпуска перегулял он, мы определяем точно так же, как и компенсация к доплате отпуска. А вот средний дневной заработок мы вновь определять не должны. Мы должны воспользоваться средний дневным заработком последнего очередного отпуска. Потому что мы удерживаем то, что излишне выплатили своему работнику. А если мы воспользуемся, опять же, определим средний дневной заработок, это будет другой расчетный период и, соответственно, абсолютно другая сумма. Когда мы определим с вами сумму к удержанию, мы не должны забывать, что удержать мы можем не более 20% от выплаты работнику. Все остальное предлагаем внести в кассу, либо решаем данный вопрос в судебном порядке. Спасибо большое за внимание. До свидания. Ну что ж, поблагодарим Татьяну Викторовну и продолжим нашу работу. Возвращаясь к отпускным, нельзя не отметить проблему переплаты отпускных, о которой мы уже прежде вспоминали. Судебная практика последнего времени складывается таким образом, что работодатели фактически лишены на сегодняшний день возможности взыскать переплаченные отпускные через суд в ситуации, когда на момент увольнения они не смогли ничего удержать из заработной платы сотрудника, либо тех средств, которые были удержаны на основании закона, оказалось недостаточно для того, чтобы погасить имеющуюся перед работодателем задолженность по отпускным. В чем же суть проблемы? Напомним, еще в 2010 году появляется приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 20 апреля, номер 253, о признании недействующим на территории Российской Федерации абзаца 3, пункта 2 «Правил об очередных и дополнительных отпусках», утвержденных Народным комиссариатом труда Союза СССР 30 апреля 1930 года, номер 169. Напомним, абзац 3, пункта 2 «Правил об очередных и дополнительных отпусках» предусматривал, что если при увольнении работодателю не удалось удержать переплаченные отпускные или удержать их было не из чего, то последующее их взыскание через суд не производится. Разумеется, что эта норма противоречила Конституции, статье 46, которая гарантирует каждому право на судебную защиту. Соответственно, Минздрав соцразвития признал эту норму недействующей на территории Российской Федерации. И все-таки, несмотря на то, что формально путь для взыскания переплаченных отпускных через суд вроде бы как был открыт, проблема, тем не менее, решена не была. Дело в том, что Гражданский кодекс Российской Федерации не позволяет взыскивать в качестве неосновательного обогащения суммы заработной платы и иных приравненных к ней платежей в ситуации, когда в отношении сотрудника не была допущена счетная ошибка или не были установлены неправомерные действия со стороны самого сотрудника. Соответственно, этой норме судебная практика, подтвержденная Верховным судом, складывается следующим образом. Поскольку сотрудник, который, к примеру, уволился по собственному желанию, и в результате на момент его увольнения отпускные были ему выплачены излишне, никаких правонарушений не совершал, счетная ошибка в отношении него также не допускалась, то никаких оснований для удержания этой суммы в качестве неосновательного обогащения у работодателя нет. Соответственно, иски, которые в этой ситуации предъявляются, оставляются без удовлетворения. В результате на сегодняшний день единственным эффективным способом предотвращения переплаченных отпускных является предоставление отпусков строго пропорционально отработанному времени, то есть через институт разделения отпуска на части по соглашению сторон. И здесь уместно опять-таки подчеркнуть, что всякое разделение отпуска на части производится только при взаимном согласии работодателя и работника. Как оформить такое соглашение, закон не говорит. Соответственно, оформляться оно может по-разному. Главное, чтобы в результате представленные документы доказывали, что между сторонами было достигнуто соглашение о разделении отпуска на части. К примеру, сотрудник может подать соответствующее заявление с просьбой о разделении отпуска на части. Работодатель может его согласовать, наложив соответствующую визу. На основании этого документа с визой работодателя будет издан приказ о разделении отпуска на части, с которым работника необходимо не просто ознакомить под роспись, но и получить его согласие. То есть в приказе сотрудник должен отразить с приказом ознакомлен и согласен. Это один способ оформления разделения отпусков на части. Другой способ документирования данной кадровой процедуры может быть связан с оформлением документа под названием соглашение о разделении отпуска на части. То есть разновидность договора. И здесь на основании соглашения о разделении отпуска на части письменного, которое стороны подпишут, будет опять-таки издан приказ о разделении отпуска на части. И эти соглашения сторон будут отражены соответственно в графике отпусков и в личной карточке работника. Нередко сотрудники просят предоставить себе отпуск при его разделении на части строго с понедельника по пятницу, с тем, чтобы к пяти дням отпуска добавились два выходных дня, тем самым фактически время отдыха увеличилось. Здесь опять-таки уместно подчеркнуть, что такое заявление работника не является обязательным для работодателя, кроме случаев, когда речь идет о льготниках, которые могут использовать свои отпуска в любое удобное для них время, в том числе и часть отпуска. Вот если заявление поступило от несовершеннолетнего или иного льготника, такое заявление обязательное для работодателя. Во всех остальных случаях работодатель в праве отказать сотруднику в предоставлении отпуска по частям именно в конкретный период времени, с такого-то числа по такой-то. И в этом случае стороны должны будут продолжить свои переговоры, либо отпуск будет предоставлен в полном объеме без разделения на части, если никакого соглашения достигнуть не удастся сторонам. Несколько слов об отпусках, которые предоставляются отдельным категориям работников. Здесь у нас выделяются, прежде всего, совместители и иностранные работники. В отношении совместителей работодатели должны помнить, что применяется к ним статья 286 Трудового кодекса, в которой речь идет о том, что ежегодные отпуска, оплачиваемые, предоставляются совместителям одновременно с отпуском по основной работе. Роструд в своих письмах разъясняет данную норму таким образом, что по заявлению работника совместителя внешнего, который не предоставил работодателю документов, которые подтверждают предоставление ему отпуска по основной работе, у работодателя не возникает оснований для того, чтобы предоставить совместителю ежегодный оплачиваемый отпуск. Только в том случае, если сотрудник предоставит копию приказа с основного места работы об отпуске, либо выписку из графика отпусков, заверенную работодателем, либо справку с основного места работы о том, что ему предоставлен отпуск, только во всех этих случаях у работодателя совместителя возникает обязанность предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск. Что же касается отпусков без содержания, то они могут предоставляться совместителю в любое удобное согласованное сторонами время. Какие проблемы возникают при применении данной нормы к совместителям? Первая проблема связана с тем, что совместитель может лишиться основного места работы по тем или иным причинам. Как известно, после увольнения с основного места работы совместитель автоматически основным работником для данного работодателя не становится. Он сохраняет статус совместителя. И мы попадаем в ситуацию, когда совместитель не будет иметь возможности реализовать право на ежегодный оплачиваемый отпуск до тех пор, пока он не устроится на другую основную работу. Ведь он не сможет работодателю до трудоустройства на основное место работы предоставить документ, подтверждающий, что ему предоставлен по основному месту работы ежегодный оплачиваемый отпуск. Разумеется, что увольнение с основного места работы не должно лишать совместителя права на ежегодный оплачиваемый отпуск. И вот в таких ситуациях представляется, что если сотрудник предоставил работодателю трудовую книжку, в которой нет записи о приеме на основную работу, то такому совместителю нет оснований отказывать в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и не одновременно с отпуском по основной работе, в силу того, что основной работы у данного сотрудника просто нет. Вот в таких ситуациях совместителю может быть предоставлен отпуск, допустим, в соответствии с графиком отпусков или по соглашению сторон. Другая проблема касается самого графика отпусков. Разумеется, что, коль скоро совместителю отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, то включать его в график отпусков либо нецелесообразно вовсе, либо если включать, то только в том случае, если на момент утверждения графика в той организации, где данный сотрудник работает по совместительству, то этот сотрудник предоставил работодателю справку с основного места работы или выписку из графика отпусков, где зафиксирован период, когда ему по основному месту работы в следующем календарном году будет предоставляться отпуск. Вот в этих случаях мы можем включить совместителя в график, поскольку у нас есть информация о том, когда ему предоставляется отпуск по основному месту работы. Другая категория работников, на которую следовало бы обратить внимание работодателям, это иностранные работники, причем главным образом это касается на сегодняшний день двух категорий иностранных работников. Это так называемые безвизовые иностранцы, это граждане большинства государств, входящих в Содружество независимых государств, кроме Белоруссии и в скором времени Казахстана. Граждане этих двух государств, которые также входят в СНГ, тем не менее еще и образуют с Российской Федерацией таможенный союз, а на территории таможенного союза в скором времени вступает в силу соглашение о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей, в силу которого этой категории иностранных работников, трудящимся мигрантам, они являются, соответственно, либо гражданами Республики Белоруссия, либо гражданами Казахстана. Так вот, эти граждане смогут работать на территории России без получения разрешений на работу. Соответственно, все те ограничения, которые касаются трудовой деятельности иностранцев, на них распространяться не будут. В настоящее время это правило касается только граждан Республики Белоруссия, а после вступления этого соглашения в силу оно будет касаться и граждан Республики Казахстан. Так вот, статья 13.1 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации предусматривает, что работодатели, которые предоставляют иностранным работникам безвизовым отпуска без содержания продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, обязаны уведомить об этом в течение трех рабочих дней с момента предоставления такого отпуска. Речь, повторяю, идет только об отпусках без содержания, продолжительность которых превышает один календарный месяц в течение года. Об оплачиваемых отпусках, соответственно, уведомлять службу занятости не требуется. В этих ситуациях работодатели обязаны заполнить специальную форму, которая утверждена 147 приказом ФМС, и направить ее в миграционную службу в течение трех, как я уже сказала, рабочих дней с момента предоставления отпуска. Вместе с тем оговорюсь, что никаких санкций на сегодняшний день за непредоставление этого уведомления о предоставлении отпуска законодательства не предусматривает, по крайней мере, глава 18 Кодекса об административных правонарушениях, в которой содержится перечень административных правонарушений в области миграционного законодательства. Вместе с тем может наступить ответственность за непредоставление сведений государственные контролирующие органы, которые необходимы им для осуществления их функций. Эта ответственность предусмотрена статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Другая категория иностранных работников, о которых также необходимо уведомлять ФМС, это так называемые высококвалифицированные иностранные работники. В силу статьи 13.2 115 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан при предоставлении высококвалифицированным иностранным работникам отпусков без содержания продолжительностью более одного календарного месяца в течение календарного года у работодателя опять-таки возникает обязанность уведомить об этом ФМС. Сроки здесь уже иные. Здесь уже не три рабочих дня, а не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Иными словами, работодатели, высококвалифицированных иностранных работников, обязаны отчитываться о предоставляемых им длительных отпусках без сохранения заработной платы ежеквартально. Что же касается самих отпусков без содержания, то им, как известно, посвящена статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации. Она предусматривает, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без содержания, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Иными словами, инициатором отпуска без содержания может являться только сотрудник. Его желание получить отпуск без содержания выражено должно быть в письменном заявлении. По общему правилу, это заявление не является для работодателя обязательным, кроме ряда случаев, которые перечислены в части 2 статьи 128 Трудового кодекса, где перечислены случаи обязательного предоставления сотруднику по его требованию отпуска без сохранения заработной платы. Здесь у нас, в частности, работающие пенсионеры по старости, которым полагается до 14 календарных дней в году, работающие инвалиды, им полагается до 60 календарных дней в году, ну и, наконец, работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников, во всех этих случаях им полагается отпуск без содержания до 5 календарных дней. Повторяю, во всех перечисленных выше случаях работодатель обязан предоставить такой отпуск. Вместе с тем следует помнить, что в стаже работы для отпуска, как уже было ранее сказано, сохраняется лишь 14 календарных дней отпуска без содержания в течение каждого рабочего года. Соответственно, если работающий инвалид, которому полагается до 60 календарных дней в году, использует все эти дни в течение рабочего года, то получается, что в стаже работы для ежегодного оплачиваемого отпуска у него сохранится лишь 14 дней. А 46 дней из стажа выпадают. На 46 дней рабочий год работающего инвалида должен быть продлен в такой ситуации. Заметим, что закон связывает предоставление отпусков без содержания с семейными обстоятельствами и другими уважительными причинами. Соответственно, в заявлении работника необходимо указать, что он просит предоставить ему отпуск без содержания по семейным обстоятельствам либо по каким-то иным уважительным причинам, которые должны быть, в свою очередь, раскрыты в этом заявлении. В противном случае у контролирующих органов могут возникнуть претензии к правомерности предоставления отпусков без содержания. Тем более, что работодатели нередко злоупотребляют этой нормой и пытаются работников вынудить подать соответствующие заявления. Так вот, если будет доказано, что заявление было подано вынужденно, то такой отпуск без содержания может быть квалифицирован по совершенно другим нормам законодательства. К примеру, по нормам о простое по вине работодателя. И вместо отпуска без содержания работодателю придется оплатить простой. Напомню, что в силу статьи 157 Трудового кодекса простой по вине работодателя оплачивается в размере не ниже 2 третей среднего заработка сотрудника. На этом у меня все. Успешной работы тем, кто остается на работе, и хорошего отдыха отпускникам. До новых встреч на семинарах про Вовеста. Редактор субтитров А.Семкин